так привет дорогие друзья привет привет в том видео про свечи мы снимали гармонизацию свечу на гармонизацию в этом видео я покажу как делать или как я делаю свечу на гармонизацию не только отношения но и семье то есть чтобы семья была под защитой чтобы гармоничные отношения были у всех чтобы в семье было все хорошо и с детьми и со здоровьем и вообще в принципе чтобы быть под защитой скажем так высших сил ангелов вот такая молда у нас подготовлена у нас здесь люди такие ангелоподобные поднимающиеся по ступеням я для этого приготовила не только лепестки роз липовый цвет и чертополох потому что мы будем еще и негатив из дома убирать чтобы гармония была вообще в целом в семье свеча будет на три фитиля потому что во имя отца и сына и святого духа я уже подготовила воск воск повторяю что он белый потому что мы будем красить мы будем добавлять краситель у нас та свеча получилось розовое в принципе розовый это хороший гармоничный цвет он и говорит о красном для страсти и говорит о благородстве мы там совсем чуть-чуть добавили капель может быть в эту свечу и побольше надо добавить сейчас посмотрим дело в том что много красного тоже нельзя страсти начинает перегорать слишком ярая яркая может быть в страсти жесткая и так что у нас давайте возьмем чертополоха чуть-чуть беру чертополох он колючий я его руками трогать не собираюсь вообще ни капли нет конечно я его трогаю беру чтобы тут размолоть чтобы чертеть то из отношений по выгнать и что дает нам липовый цвет цветение отношения все помнят когда идут по городу и пахнет липой пахнет тюльпанами пахнет розами до кого весной такой могут конечно же все заметить насколько ароматно до жизнь насколько жить хорошо когда так происходит немножечко мы перемол это все превратим так колючие колючие ночи колючка чтобы не быть колючими колючками и чтобы отгонять нечисть из дома из семьи из отношений и вообще в принципе у кого есть дети от детей ото всех потому что родители являются ведущими потому что родители защищают детей потому что от них все зависит они являются официальными представителями опекунами и так далее и они скажем так ведущие до этой семейной жизни семейной стаи ячейки общества они руководят государством по имени семья поэтому конечно же гармония среди родителей чтобы это и на детей тоже распространялось чтобы их опекали и защищали именно поэтому мы все это добавляем чтобы чувствовалась гармония просто во всей семье ну плюс отжигание негатива и защита и конечно же куда же без любви лепестки роз у невинности белые и лепестки на любовь для любви для страсти так как мы это все пропитываем воском она парится и уже розы дают свет даже воску так это мы отправим за парку и нам еще надо будет сделать скажем так ангельскую защиту на три фитиля выберем фитилек подходящий три подходящих фитиля раз-два-три необычная свеча в плане того что надо будет двух сторон вытаскивать и как-то какой-то уровень в принципе создавать так у нас три фитиля сейчас мы подготовим примерно так как свеча большая широкая я не хочу чтобы ничего не отжигалась да потому что вот после свечей он же растапливается остается и его нельзя сквернять его надо или где-то в печи дожигать до чтобы он дотапливался или надо в реку сбрасывать с определенными словами заговорами или где-то хранить до в течение года как минимум где-нибудь в углу потому что это родовая поддержка еще так как это свеча на гармонию в семье это еще и запрос поддержки рода про родовые ритуалы расскажу в следующих видео в общем смотрите делаем свечу по максимуму чтобы по максимуму сгорал воск насколько это возможно поэтому здесь три фитиля чем больше она сгорает тем меньше что называется утилизировать и не осквернять желательно отжигать все поэтому раньше были печи раньше было проще примерно нашли серединку и тут тоже примерно серединку даже церковные свечи которые у вас находятся дома они тоже когда оставляют свои агарки до какие-то должны быть правильно утилизированы натягиваем здесь нам не нужно будет гребеночка здесь горизонтальная заливка примерно смотрим где у нас какой натяг примерно так и третью снимаем то у нас обычное обувное шило сейчас мы просто подготовим забыла включить воду чтобы она у нас уже была готова у нас не все тут идеально не все захватилось ничего страшного мы сейчас это подправим вот так в принципе у нас получается вот так такая вот свеча вот и переходим вот и переходим к растопливанию воска добавим травки напоминаю для тех кто видео смотрит первый раз или для тех кто не первый раз но может быть забыл надо во первых немного травки такой добавлять это раз второе бдить следить когда свеча такая у вас будет гореть на тарелочке потому что будет отжигать воск воск будет течь и засыпать нельзя потому что трава волшебные заговорами потому что сейчас буду топить воск с заговорами и так мы растопили воск с травой для нашей свечи и уже от лепестков пошел цвет и мы конечно же еще добавим еще покраснение нам надо да покраснение цвет цвет очень красивый но он такой красный из-за того что все-таки горячий когда остынет будет более розовый и так что мы берем в нашу тарелочку так как у нас горизонтальная заливочка тут должно быть все натянута 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 проверяем снимаем наш воск и заливаем с травками вот так вот вскали не налили чуть-чуть травок доложили чертополох обязательно надо его положить вот так красота травок мало будет не то много тоже не то какой-то средний вариант на глаз так как это все горячее так травки 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 распределим распределим отлично чтобы они не были комом чтобы этот ком не горел иногда ком загорается и горит вокруг воск воск начинает плавиться и топиться что называется в пустую в пол для пущей красноты потому что мы знаем что это у нас такой розовый цвет будет можем чуть-чуть добавить еще для такой пущей красноты чтобы еще и с разводиками красиво было и заодно травку распределим перемешаем нравится мне такие горизонтальные свечи они такие прикольные но мы не будем делать разводы потому что это скажем так в более застывающий воск надо мы просто распределим сейчас вот это все так под натянем натянем в теле и в принципе все ждем что у нас получится итак давайте посмотрим что получилось у нас воск застыл немного краснее да чем предыдущий вот так немножечко чем предыдущая свеча на гармонизацию это напоминает гармонизация у нас всей семьи вот так у нас идет вот так свеча так что у нас тут надо тоже тут вынуть фитили вот так вот это у нас такая такой очаг да у нас тут колонны у нас тут ангелы мужчина с женщиной у нас тут укрепление союза укрепление семьи укрепление отношений переживания да все которые должны быть должны уйти прямо замечательные вещи вот это я конечно все обрежу и жду ваших откликов как вам свеча пишите в комментариях и жду вас на индивидуальные заказы все ссылки указаны в описании канала в общем то вот так кто не подписан не забывайте подписываться мне очень нравится очень красиво получилось и красиво и интересно ну еще конечно же заряжу и красиво и интересно и вкусно и эффективно и еще это работающая вещь ну что желаю всем удачного дня увидимся с вами в следующих видео